Как выяснилось в процессе знакомства, помимо биологии, Василиса Соколова всерьез увлекается изучением химии и экологии. Любознательность и просто спортивное упорство, художественной гимнастикой она занималась с четырех лет, позволили девушке провести серьезную исследовательскую работу и отлично зарекомендовать себя на всех этапах престижного всероссийского конкурса. Сначала я прошла отбор на муниципальном этапе, потом победила на региональном, а потом прошла отбор на всероссийский этап. Моими конкурентами были ученики 10-11 классов и всего было 17 участников, но я смогла занять второе место. Обойдя более взрослых участников конкурса, Василиса поделилась с членами жюри историей об удивительном растении, обитающем в соседнем Смурмом районе. Возможно, они и сами не знали о его существовании в 33 регионе. Моя работа была посвящена редкому растению-растянке, которое произрастает в Меленковском районе. Это растение интересно, поскольку оно питается как и фотосинтезом, так и насекомыми. В ходе летней экспедиции мы изучали видовой состав растянки и узнали, что два из этих видов занесены в Красную книгу Владимирской области. Одаренного ребенка по праву считают гордостью школы. Девочка очень целеустремленная, идет к своей цели, выполняет исследовательские работы, участвует в олимпиадах различных уровней, не только в городских, но и во всероссийских. Каким относятся, кроме олимпиады юных исследователей окружающей среды, еще и конкурс «Моя биосфера», где Василиса также заняла второе место в этом году. Важно отметить, что Василиса прошла многоступенчатый отбор в научную школу «Сириус. Дети» по направлению химии. В течение трех недель она обучалась там среди талантливых сверстников. Своё будущее Василиса хочет связать с медициной и стать нейрохирургом. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.